так приветствую еще раз давайте рассмотрим газпром нефть что-то по ней меня засыпали вопросами по ней еще там по паре бумаг так ну давайте отмечный таймфрейм что мы имеем у нас была попытка разворота которые вот после падения произошла но эта попытка разворотка разворот она так себя не реализовала полном объеме долгосрочно остается цель движение по газпром нефти которые на 422 но это долгосрочно когда эта цель будет реализована пока непонятно на текущий момент у нас идет проторговка в диапазоне от 322 до 350 это месячный таймфрейм на недельном таймфрейме у нас здесь возникает треугольник треугольник эта фигура которая рано или поздно приводит к резкому движению последнее время у нас идет рост и этот рост сопровождается ростом объемов поэтому здесь конечно есть определенная вероятность того что случае пробития 340 348 вот этого диапазона разовьется движение вверх первая цель которого будет 375 и случае проторговки в этом районе последует следующее движение цель которого 455 вот сюда но здесь надо понимать что не все так гладко сейчас складывается со спросом на в нефти продукты на топливо первую очередь для транспортных средств для самолетов то есть связи с пандемией упал мировой спрос спрос в россии восстановление спроса будет скорее всего не быстром это раз а компания она ориентирована и на производство топлива и помимо всего прочего здесь еще такой момент есть тренд на то что будет уменьшаться уменьшаться потребление транспортными средствами во первых это будет происходить связи с тем что многие виды деятельности они станут удаленными на такой тренд он уже идет на самом деле 12 года просто сейчас его активизирую связи с пандемией и поэтому те компании во первых как бы нефтяные компании за это будут находиться под давлением во вторых те компании которые заточены на производстве продажу топлива среднесрочной перспективе скорее всего они также будут находиться под давлением потому что спрос на топливо будет так или иначе падать до в перспективе полностью восстановится авиасообщение даже более чем но то что связано с автомобильным транспортом здесь скорее всего будет снижение спроса на топливо которое будет связано с тем что люди будут уходить в онлайн это раз и во вторых общем мировая тенденция это замена двигатели внутреннего сгорания на электрический двигатель сейчас электромобили взяли реванш они проиграли в начале двадцатого века и теперь двадцать первом веке они возвращаются назад на арену так но дневной таймфрейм здесь связан с тем что идет поджатие к верхней границе вот здесь вопрос заключается в том пойдет ли отсюда текущего значения 340 пробития вот этой верхней границы которая находится в диапазоне 341 348 вот если такое пробитие на объеме происходит очень высока вероятность того что мы увидим сразу закрытие гэпа это 376 и если здесь закрепиться на закрытии гэпа здесь сразу возникает две цели движения первые по 405 и вторая цель движения это 457 пока на текущий момент идет проторговка в диапазоне 340 320 соответственно если возникает пробитие нижней границы 324 320 отсюда развивается движение цель которого находится на 300 если не удерживается на 300 здесь есть цели внизу это 285 и потом соответственно уже совсем внизу в районе 233 на текущий момент такой сценарий я думаю маловероятно здесь наиболее вероятный сценарий либо движение в диапазоне 300 320 341 и случае если вот это поджать и успешно завершится и будет пробой 341 348 на объеме мы получим закрытие гэпа раз и реализацию скорее всего вот этой цели точно 403 вот это под вопрос на движение вот сюда достаточно позитивно выглядит компания по дневному таймфрейму и вполне как бы вот это движение она может в ближайшее время развиться так ну вот у нас по часовому таймфрейму вот это поджатие наверх она продолжается вопрос только в том когда и насколько успешно она все-таки будет реализовано но здесь вот на лицо прослеживается такая тенденция и и все время двигают наверх сейчас она уперлась вот в этот пресловутый 340 341 как только здесь ее придавят она может выстрелить любой момент как понять что она начнет стрелять это уход в 341 345 и значительный рост объема торгов как только это происходит и тампан даже 348 342 348 вот как она в тот промежуток уходит и начинается рост объема торгов на растущих свечах это будет говорить о том что скорее всего на сейчас стрельнет и пойдет закрывать гэп и отрабатывать цель который на 403 вот этот сценарий может очень быстро реализоваться но надо понимать что здесь если сейчас все-таки пойдет откат и мы увидим пробой по часы веку 1 пробой до 332 и в дальнейшем это пробитие 323 320 то вот этот растущая картина она будет сломана и акции скорее всего начнет проседать здесь есть определенные сейчас определенная интрига которая связана с тем что удар верхнюю границу все время сопровождается ростом объемов то есть обычно такое предшествует пробитию дальнейшему движению вверх вот на самом деле я думаю что вполне это спекулятивная идея она может выстрелить ближайшее время но относительно долгосрочных перспектив этой компании но не знаю не знаю посмотрим как все будет развиваться может быть у нее будет и все хорошо вот но с другой стороны падения рынка энергоносителей все равно будет оказывать давление на все наши нефтяные компании так или иначе и так следующий вопрос касательно трубной металлургической компании месячный таймфрейм что мы здесь видим но сейчас судя по мечтому таймфрейму идет поджатие к диапазону 59 62 случае пробоя на объеме данного диапазона отсюда разовьется движение цель которого будет 79 80 сюда вот в этот диапазон однако надо понимать что сейчас скорее всего спрос на продукции этой компании упадет и она может вот эту проторговку которую не идет от 50 до 60 может ее не пробить и здесь вполне может оформиться откат и движение к уровню 50 поэтому говорить о росте можно будет только в случае пробития 63 диапазона 60 63 на объеме если такой пробой оформляется то скорее всего отсюда последует движение цель которого 79 80 вот сюда если такой объем не пробой не происходит то отсюда скорее всего последует откат и она будет болтаться какое-то время в этом диапазоне пробой вот этого уровня 50 приведет к провалу и движению на 40 так вот недельный таймфрейм здесь тоже происходит поджатие цель этого поджатия пробой диапазона 63 с половиной 60 пока это поджатие ни к чему не привело то есть волатильность очень сильно упала обычно падение волатильности она предшествует какому-то движению вот здесь у нас такое движение происходило это движение сейчас завершилась приходом на 60 давайте посмотрим более короткие таймфрейме дневной посмотрите здесь на дневном таймфрейме ну как бы не очень ас ликвидная бумага то есть она двигается вот такими рывками что здесь примечательно вот сейчас ее поджимает 60 если пойдет пробой 60 то соответственно здесь скорее всего сразу она полетит и на 63 и либо она сразу какой-то рывок сделать на 61 63 вот и скорее всего она это значение пройдет очень быстро здесь судя по тому как развивается движение скачками судя по всему ее рост пока не закончился пока не закончился но надо понимать что с одной стороны сундаментальной точки зрения я думаю эта компания у нее не лучшее времена наступает потому что спрос на металлургическую продукцию он я думаю будет падать падать по той простой причине что во первых уже ключевые нефтепроводы трубы построили это раз во вторых технологии современные они все-таки скорее всего я так полагаю будут связаны с транспортировкой именно танкерами сначала жирного природного газа потом водорода поэтому ну не уверен я что вот деятельность этой компании в рамках производства именно труб для прокладки трубопроводов она будет в ближайшем и среднесрочном будущем востребована однако здесь есть возможность для короткой игры случае имеется виду не не шарта а именно движение что можно зайдет такой произойти это как бы следует исходя из того что вверху есть цель это раз и второй момент идет вот это движение рывками раз-два то еще постоянно подтаскивают и как только вы потащили сразу возникает снижение волатильности сама торгуется в узком диапазоне сейчас мы наблюдаем такой же эффект здесь если пойдет пробой уровня 63 может развиться очень стремительное движение но с другой стороны если сейчас произойдет откат и этот откат он пойдет ниже 56 55 с половиной но даже скажем так по дневному таймфрейму с учетом того что акция не ликвидное лучше даже ориентироваться на 57 56 половины вот если 57 56 половиной будет пробита то скорее всего здесь что-то пошло не так и рисковать и ожидая значительного роста в бумагах этой компании наверное все таки не стоит вот но шанс рывка есть есть но бумага очень рискованно низко ликвидное и деятельностью весьма специфично с моей точки зрения лучше с такими имитентами обычному инвестору дело не иметь потому что здесь очень много подводных камней и тайных подводных течений так далее вопрос был по аэрофлоту на смотрите по аэрофлоту здесь реализовался позитивный сценарий он пробил вот эту проторговку верхнюю границу 77 79 пошло закрепление выше данного значения и сейчас высока вероятность того что если он назад не отыграет 78 с половиной не пробьет не провалится назад сюда то движение у него пойдет цель этого движения будет первое это восемьдесят восемь с половиной вот этот уровень если он здесь закрепляется он переходит в другую энергетическую это самое и будет торговаться в диапазоне уже 88 96 а дальше же отсюда возможны различные сценарии это и движение в диапазон 103 112 и возможно движение на перехать в том случае когда начнется открытие и рост количество полетов перелетов пока да у него развивается позитивное движение вопрос только в том чтобы он назад не вернулся в эту проторговку и не остался в рамках вот этой консолидации судя по объем это движение она себя не исчерпала и возможно ближайшее время мы действительно увидим отработку этого диапазона так ну и касательно дневного таймфрейма да здесь успешно развивается движение если все-таки произойдет движение назад по дневному таймфрейму пробитие 76 и 4 будет свидетельствовать о том что вот это движение она себя исчерпала и пойдет откат назад здесь есть ряд признаков которые указывают на то что более вероятно продолжение роста ближайшая цель роста находится здесь 93 точнее даже сначала 80 80 половиной потом отработка 93 у бумаги достаточно позитивный технический техническая картина и вполне вероятно что в ближайшее время мы увидим рост вот сюда в этот диапазон разумеется если нам не испортит погоду китай и соединенные штаты своими взаимными боданиями которые вполне обоснованно происходят но могут повредить рост наших ценных бумаг так друзья дали вопрос был по мосбирже но смотрите по месячному таймфрейму здесь чистом виде пошла разворотная формация с движением вниз движение вниз это диапазон проторговки от 95 с половиной до 116 117 еще это проторговка может перейти снижение может привести к проторговки в районе сильного уровня и падение не произойдет такой сценарий тоже вероятен вот но на самом деле здесь у нас на месячном таймфрейме мы все цели движения наверх закрывали давайте недельку посмотрим так вот неделька более оптимистичны она указывает на то что пока еще 133 135 не добили вот вопрос только когда состоится возврат к этой цели папа факт вот этой ужасной просадки то есть держим в голове что возможен возврат и цель движения при этом возврате находится на уровне 130 335 так то что касается текущей ситуации но у нас идет поджатие проторговка под сильным уровнем здесь ну да вот вот это вот конечно она немножко удручает вот такая штуковина вот смотрите если здесь ближайшее время мы не увидим пробитие на объеме 112 точнее диапазон 114 112 если вот на объеме не пробьем и не закрепимся ниже этого значения то вот это проторговка она придет тому что скорее всего он закрепится выше сильного уровня 116 и как только он закрепится и пойдет рост объема у него ближайшая цель для отскока находится на 119 обязательно у нее отработать главное чтобы он не пробил и не провалился туда есть у него цели внизу который он когда-нибудь сходит отработает это 91 вот но пока я думаю особых оснований для того чтобы такой провал состоялся их нету вот но опять же то есть от пробитие этого диапазона будет указывать на то что игра в общем то она пошла не так и скорее всего разовьется все-таки движение вниз так вот дневка здесь не очень позитивная она указывает на то что вот он поджимается к нижнему уровню может пойти пробить и посмотрите вот если оперировать дневным таймфреймом здесь ситуация она не такая тяжелая как это можно увидеть в месячном таймфрейме или даже в недель на вот что касается идеи дальнейшего роста вот если будет пробитие уровня 114 112 то конечно в ближайшее время роста не последует вот если здесь пробой на растущем объеме то поднявки у нас цель движения скорее всего будет вот сюда вот на 105 с половиной далее если здесь пойдет закрепление вот в этом диапазоне от 101 до сто семь с половиной то скорее всего про торговка в этом диапазоне она приведет к отскоку и возврат вот сюда на сильный уровень но если все-таки пойдет пробой 101 и это произойдет на объеме то здесь уже пойдет пошаговое проседание там первая цель 97 потом 92 и потом возврат диапазон 83 88 с половиной то здесь скажем так поднивки если будет пробой этого уровня то возможно еще удержание вот здесь вот в этом диапазоне но если вы рассчитываете на то что отсюда сейчас произойдет рост и вы не рассчитывайте на то что эту бумагу держать годами то наиболее вероятный сценарий что пробой этого диапазона он разовьет движение вниз который возможно даже уйдет вот сюда в этот диапазон на какое-то время да может быть вот здесь вот разворот и это наиболее вероятность сценарий даже если будет пробитие вот этого диапазона скорее всего здесь будет разворот но тем не менее здесь я так думаю с этой бумагой лучше оперировать какими-то небольшими промежутками времени несколько дней неделя там но может быть месяц потому что вот удержание в этом диапазоне приведет к тому что перевалится она через сильный уровень и пойдет расти если пробьет отработает эту цель дальше посмотрим так вот вопрос был еще полен золоту я так понимаю в обычных акциях шла речь пошли помечено чтоб рифы посмотрите вот сейчас помеченному таймфрейм идет поджатие вот этой границы 8900 здесь моей точки зрения все зависит от цен на золото если золото продолжает свой рост идет на 1800 там 1820 и выше то по этой бумаге мы увидим пробитие этого уровня и движение к верхней границе как минимум но если по золоту сейчас продолжается консолидации или идет разворот то соответственно эта бумага отбивается от 8900 и начинает свое движение первая цель это 8050 и потом проседания до вот этого уровня который 7057000 вот здесь вот он находится вот если пойдет по золоту просадка в район там 1500 1200 и так далее то мы увидим движение и до 4000 и ниже вот но пока такой сценарий маловероятен поэтому скорее всего будет проторговка в диапазоне 8 208 900 сейчас давайте посмотрим недельку ну да понедельки где-то получается 8 208 900 здесь сейчас треугольничек рисуется вроде как этот треугольник указывает на то что более вероятно пробитие 8 900 и движение с целью 10000 вот на самом деле здесь с моей точки зрения все зависит от цен на золото если цены на золото стреляют 1800 и далее то мы увидим здесь вообще как бы пробитие исторических а и вообще не вопрос но пробой вот этой нижней границе 8 200 приведет сначала на 7050 и потом цель движения это возврат вот в эту консультационную область 6000 что 5050 вот сюда такой сценарий на текущий момент я думаю мало вероятен скорее всего консолидация под вот этим локальным уровнем так но дневной таймфрейм у нас здесь достаточно бодро идет он указывает на то что ближайшее время будет тестирование значение 8930 и случае роста объема возможен дальнейшее движение цель которого 9650 и случае пробоя движения на 10000 но если здесь пойдет пробой 8100 8050 пойдет откат вот из этой консолидации в более расширенную и потом в эту то здесь скорее всего это будет говорить о том что ближайший рост вообще среднесрочный рост вам не будет происходить и сначала пойдет отработка цели 7400 и потом провал цель которого 6350 вот сюда то есть резюмирую по этой бумаге на самом деле если исходить из дневного таймфрейма если она 8 тысяч 450 пробивает на объеме то скорее всего интерес к не потерянный она пойдет в дальнейшем проседать если она удерживается и торгуется в этом диапазоне 8 тысяч 450 8900 рано или поздно здесь будет пробитие дальнейшее движение с целью 9 650 и далее но мне кажется здесь более короткие таймфреймы рассматривать смысла нет поскольку бумага не очень ликвидно так далее вопрос был по саратовскому нпз я так понимаю обычная акция не привилегированы если привилегированы пишите чтобы привилегированы но там такой пометочки нету что могу сказать исходя из месячного таймфрейма сейчас акция находится на в районе исторических хайов то есть но не сам исторический хай но тем не менее здесь рисуется фигура треугольник раз но с другой стороны у нее сейчас есть цель для отката это 13000 12500 вот она отсюда может скакануть и отработать эту цель в том случае если при пробой этой цели развивается движение дальнейшее вниз по цель этого движения будет тестирование 11 тысяч 900 11000 вот этого диапазона вы пока на текущий момент времени помеченному таймфрейма на заме заперта в торговке 11900 14500 вот здесь вот она торгуется у верхней границы так вот недельное недельное значение здесь очень интересная недельный таймфрейм он связан с тем что сейчас был выстрел недавно по факту этого выстрела бумага находится в консолидации это консолидация 13 тысяч 850 15 тысяч 150 вот она в этом диапазоне еще какое-то время может поторговаться если пойдет пробитие нижней границы которые 13 800 то здесь очень резко разовьется движение с целью отработать 12000 50 12000 что далее если пойдет движение вниз и последует пробой 11000 то скорее всего она начнет проседать и цель движения уже будет диапазон 8950 8050 вот сюда вот если из текущей проторговки которая по недельному таймфрейму в диапазоне 13 850 15000 будет пробой верхней границы на объеме то здесь последует движение цель которого будет 16 216 300 сюда вот в этот диапазон так но и дневной таймфрейм по дневному таймфрейму какие выводы здесь можно сделать час бумага по факту снижения она пытается закрепиться если и удастся удержаться выше уровня 13000 даже 13500 13500 наверно для нее край если она не пробивает торгуется в этом диапазоне то отсюда возникает разворотная формация и цель движения будет отработка все той же коварной цели которой на 17000 находится вот сюда и могут сейчас загнать если она вот этот разворот если подтверждается если не происходит пробоя вот этого диапазона то отсюда развивается движение на 17000 поэтому с точки зрения если вас не пугают не ликвидные активы то этой бумаги в ближайшее время может быть реализован потенциал движения отсюда на 17000 но если пойдет пробой вот этого диапазона она отсюда плюхнется и вернется исходя из дневного таймфрейма в консолидацию 12500 11000 что вот сюда вот в этот диапазон вот такое мое видне по саратовскому мпз обычные акции так далее вопрос был по компании solar age technology я так понимаю это поставщик инверторов для солнечных батарей который позволяет оптимизировать мощность и перераспределять то есть это как раз та компания так называемые новые экономики в которую в ближайшее время планируются активные инвестиции в том числе так но месячный таймфрейм указывает что мы находимся на исторических хаях давайте посмотрим сейчас более короткие таймфреймы здесь в общем-то рост продолжается если мы увидим в ближайшее время откаты пробой 132 130 то цель движения для корректировки будет диапазоне 113 105 где-то вот здесь ну и соответственно здесь если в результате отката идет пробой уровня 90 87 то скорее всего отсюда возникнет снижение цель которого возврат в диапазон 58 35 вот сюда вот но здесь все таки я думаю идет сейчас тренд на продолжение роста потому что то что связано с зелеными технологиями даже в случае кризиса скорее всего будут поступать денежные средства различные правительственные международные программы в части поддержания таких компаний так но сейчас на недельном таймфрейме у нас образовалась фигура двойная вершина фигура двойная вершина будет реализована только в том случае если произойдет откат назначение 80 75 вот если сюда откат происходит и здесь начинается проторговка то отсюда возможно резкое движение вниз цель которого будет уже в районе 40 поэтому есть конечно такой нюанс что с этой компании возможно такая нехорошая оказия вот с точки зрения технического анализа с другой стороны пока она находится на хаях и торгуется в этом диапазоне вполне как бы она себя может устойчиво чувствовать давайте сейчас посмотрим дневной таймфрейм но по дневному таймфрейм она находится в растущем канале рост продолжается пока никаких оснований для того чтобы она откатилась и упала нету здесь сейчас может быть корректирующий откат если этот корректирующий откат не пробивает 122 121 то акции компании удерживаются в этом верхнем диапазоне 121 145 и продолжают дальнейший рост и полет в космос единственно что здесь напрягает то что рост идет на постепенно угасающих объемах так но часовой таймфрейм поскольку все-таки бумага достаточно интересная здесь вполне вероятно что произошел ближайшее время разворот цель движения по часовому таймфрейму находится вот здесь вот 138 137 даже возврат диапазон 138 135 с половиной вот сюда вот в том случае если пойдет дальнейшее снижение и пробой уровня 133 132 разовьется более сильные корректирующие движение цель которого 125 127 в том случае если будет пробой уровня 125 123 вот это вот рост медицина и мы увидим по акции этой компании проседания цель которого первое будет в районе ста семи сто восьми вот здесь вот пока здесь все хорошо судя по часовику рост идет на объеме сейчас рост может продолжиться он продолжится в том случае если будет на объеме пробой 146 половиной если такового не будет то в случае если здесь начинается проторговка в диапазоне сто сорок три с половиной сто сорок шесть половина если проторговка начинается и потом наступает пробой верхней границы мы увидим рост если будет пробой нижней границы по соответственно цель движения у нас находится вот здесь 138 135 в этом диапазоне в целом компании выглядит достаточно оптимистично в плане роста единственно только поскольку у нее короткий исторический таймфрейм здесь точки зрения технического анализа сложно прошу пить те цели на которые она может вырасти поэтому как раз с акциями этой компании в принципе возможно интересно работать внутри дня однако конечно ликвидность у нее наверное не очень высокая все друзья спасибо за внимание